Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Добрый день! Вместе с нашими телезрителями мы сначала рассаду сеяли, потом рассказывали о том, как правильно за ней ухаживать. А сегодня мы хотим показать нашим телезрителям, на каком этапе находится наша рассада и что у нас удалось на сегодняшний момент получить из тех семян, о которых мы вам рассказывали в наших предыдущих выпусках. Итак, Наталья Викторовна, сегодня снова говорим о рассаде. Говорим о рассаде, потому что это очень актуальный вопрос сейчас. Весна, скоро будем рассаду высаживать уже в открытой грунтой теплице. И хочу сказать, что, конечно, вырастить рассаду собственными руками намного дешевле. Согласитесь, купил пакетик семян, два пакета семян, купил пакет земли, посеял и у тебя очень получается дешевая рассада. Во-вторых, выращивать рассаду дело увлекательно. Особенно, когда за окнами еще и март месяц, и даже и апрель, чем-то нужно себя занять. И многие дачники просто тоскуют и по земле, и по растениям. Поэтому многие выращивают. Знаю, когда иду, смотрю на окна, на очень многих подоконниках, вижу зеленое растение и радость за наших дачников. Во-вторых, конечно, вы выращивая рассаду сами, вы вырастите то, что вы хотите. Такой сорт, который вам нравится. Или гибрид. Некоторые скажут, что, конечно, покупная рассада, она выглядит, может быть, красивее, чем наша. Конечно, она выращена в специальных условиях. В оранжереях, в теплицах, где постоянно температура воздуха есть, досветка, влажность. И она, конечно, выращена в нормальных условиях. Но наша рассада тоже, я думаю, что ничуть не уступает. Но покупная рассада дороже, согласитесь. Вы купите не то, может быть, что хотели. Или вам скажут, что это томат бычье сердце. Ну, вы разве по рассаде определите, что это именно тот сорт, который вам нужен? Вы можете купить кота в мешке. А сами, когда выращиваете его, вырастите точно то, что вам нужно. Не устаю повторять, что выращенные овощи или цветы своими руками, конечно, намного приятнее на них смотреть, любоваться. А овощи еще и вкуснее и, самое главное, полезнее. Потому что вы знаете, что вы туда ничего не добавляли, не обрабатывали никакой химией. Никаких ускорителей роста. Нет нитратов, да, регуляторов роста. А если еще эти овощи будут выращены, да и из рассады, собственно, ручно выращены, тогда вообще сплошная гордость за себя. Наталья Викторовна, у нас в студии сегодня рассада. Мы ее сеяли семечками. Вот у нас выросли уже томаты, я так понимаю, это у нас петунья. Но вы довольны тем, как взошла рассада, потому что весна, конечно, приготовила немало сюрпризов. Были холодные дни и было совершенно мало солнца. Но, несмотря ни на что, наша рассада растет. Я думаю, что наша рассада удалась. Мы в нескольких программах рассказывали. Как правильно посеять, как подготовиться к посеву. Мы сеяли в феврале с вами рассаду петуньи. В марте мы сеяли рассаду томатов и перцев острых и сладких. Кроме того, я еще посеяла много цветов. И гацанию, и астры, бархатцы, агератум, алиссум, гелихризум. В общем, все показать здесь у нас просто нет возможности. Все принести, всю рассаду, которая у нас растет в редакции. Я принесла небольшие образцы, чтобы вам достоверно доказать, что мы действительно выращиваем рассаду. И она у нас растет. Я, в принципе, рассадой довольна. Она у нас выносливая, стойкая. Она перенесла и нерегулируемые условия. У нас условия, какие есть, такие есть. Мы не можем повышать тепло, понижать температуру. И она у нас стояла на подоконниках. И было и пасмурно, и прохладно. Но, тем не менее, посмотрите, какая у нас хорошая рассада петунии. У нее уже четвертый, пятый настоящий листочек. Мы ее распекировали из вот этих семечек самых-самых маленьких. Но она очень крепкая. Вот даже на нее одного достаточно понять, что это крепкая, хорошая рассада. А цвет какой нормальный зеленый. Она не бледно-зеленая. У нее нормальный цвет. Она упругая, крепко держится. Мы ее распекировали в кассеты. И она себя прекрасно чувствует. Но ей еще расти, потому что мы будем выходить с рассадой где-то не раньше середины мая. Но и то загадывать не приходится, потому что погода может внести свои коррективы. Рассада томатов у нас тоже достаточно приличная. Посмотрите, не вытянувшаяся, крепенькая. Плотный у нее стволик. Нормальная окраска. Уже третий, четвертый лист. Так что мы ее вовремя распекировали. Нормально ухаживаем, поливаем. И вот прошло уже две, даже, пожалуй, три недели после пекировки. Сейчас мы ее будем кормить. То есть ухаживаем нормально, и она нам отплачивает тем же. Наталья Викторовна, какие ошибки чаще всего допускают дачники при выращивании рассады? Вырастить хорошую рассаду нам мешают ошибки и условия. Может быть, причины бывают объективные, субъективные. Что-то зависит от нас, мы неправильно делаем. Что-то не зависит от нас. Ну, начнем вот с ошибок, самых таких главных, которые совершают наши дачники. Ну, во-первых, причиной плохой рассады может быть грунт. Ну, согласитесь, когда мы покупаем грунт в магазине, мы заглянуть в пакет не можем. Определить состав. Только единственное, вот, потрогать на ощупь, что там есть. Вот. Поэтому, конечно, часто бывает так, что рассада растет плохо. Или даже после посева плохие, недружные всходы. Или уже распекированная рассада. Вы видите, что нет хорошего прироста. Что она слабенькая, цвет у нее светло-зеленый. Стало быть, причина в грунте. Это чаще всего такое бывает. Что можно посоветовать? Как исправить эту ситуацию? Часто земля даже в горшках становится белесой. Это говорит о том, что грунт кислый, что он плохо аэрируется, плохо дышит. Но единственное, что могу посоветовать, это взять песок речной. Проколить его, прогреть в духовке. И подсыпать, предварительно сняв верхний слой, аккуратно. Причем делать нужно очень осторожно, аккуратно. Снять вот этот верхний белесый слой земли. Подсыпать туда вот этого прокаленного речного песка. Хорошенечко перемешать землю с песком. Можно присыпать растения вот в таких горшках золой. Или толченым активированным углем. И хорошенько перемешать с почвой. Это дает хорошую и подкормку. И можно пролить марганцовкой. Разведите розовую марганцовку, марганцовокислый калий. Это тоже хорошая и дезинфекция для грунта, и подкормка для растений. И не забывайте, что когда вы рыхлите, вы даете доступ к корням. Потому что поливаем, поливаем, земля уплотняется. Она становится, как бы прессуется. И растения, корни, они очень нежные. Им плохо дышать. Но еще одной причиной неудачного выращивания рассады является частый полив. Мы же стараемся поливать почаще, чтобы у нас была постоянно влажная земля, грунт. А делать этого не нужно. Питуния, да и томаты тоже, они любят, чтобы их поливали, ну, раз в 4-5 дней. Чтобы верхний слой обязательно грунта подсыхал. То есть должен быть период влажный и такой сухой. Но старайтесь не засушить, потому что некоторые думают, ну, буду редко поливать. Поэтому рассада вот паникает, начинается потеря тургора, тогда уже трудно будет это исправить. То есть регулируйте полив, не заливайте ваши растения. И когда мы с вами сеем рассаду, мы же сеем погуще, семена сеем почаще. На всякий случай, на авось, что что-то не взойдет, что-то выбрыкается, что-то погибнет. А потом затягиваем с пикировкой. Чаще всего растения рассадные нужно пикировать. Мы пикируем с вами и питунью, и томаты, и перцы, пикируем и бархатцы. Практически всю рассаду пикируем. Но если вы затягиваете с пикировкой, рассада вытягивается. Представьте, густо взошли семена. Расти им очень трудно, потому что площади питания мезерные. Они друг друга угнетают, рассада начинает полегать. Поэтому затягивать с пикировкой ни в коем случае нельзя. И потом, высокая температура тоже очень часто приводит к тому, что рассада вытягивается. Вот нам высокая температура, ну 20-25 градусов, нужна для появления всходов. А дальше нашей рассадке такая высокая температура совершенно не нужна. Нужно где-то 16-18 градусов. Тогда формируется при такой температуре нормальная корневая система. Растение не вытягивается. То есть регулируете температуру. И какая бы ни была рассада, обязательно нужно закаливать. Вот она растет у нас в домашних условиях. Ей комфортно, светло, тепло. И если вы ее не будете закаливать хотя бы недельки за 2 до высадки рассады, то часто бывает, что она гибнет после высадки в грунт. Даже самые небольшие похолодания, я не говорю о заморозках, самые небольшие ночные похолодания приводят к тому, что она не выдерживает эту. Поэтому ее нужно закалять. Выносите на балкон, но сначала минут на 15, на полчасика. Ну если балкон застеклен, я имею ввиду. Потом увеличивайте вот этот период нахождения ее на свежем воздухе, чтобы она привыкала к воздуху окружающей среды. Обязательно ее нужно закаливать. И кормить. Естественно, не забывайте о том, что нужно кормить. Прижилась ваша распекированная рассада, прошла недели-две. Надо кормить, как любые растения, будь то овощи или цветы, кормить обязательно нужно. Потому что площади питания здесь небольшие, особенно если растут в кассетках небольших, а рассаде расти долго и питунья, и томату. Поэтому подкармливаем. Когда собираетесь подкармливать, обязательно перед поливом минеральными или органическими удобрениями сбрызните свою рассадку, чтобы грунт был влажным. Чтобы потом на сухую землю не поливать раствором удобрений. Чтобы не обжечь нежные корни. Рассада очень нежная. За ней нужно ухаживать. Наталья Викторовна, как уберечь рассаду от вредителей и болезней? Вы знаете, главное в рассаде уход. И согласитесь, когда у нас на подоконнике стоит рассада, у нас ведь ее там не сотни, не тысячи, нам легче ухаживать, чем в комбинатах, когда там огромные площади рассады. Там бывают и вредители, и болезни. А здесь легко уберечься от этого. Хочу сказать, что хорошая рассада, которая вовремя подкормленная, вовремя распикированная, ухоженная, она и болеет, и поражается вредителями реже, практически не поражается. Чаще всего страдает от недостаточного ухода, от переливов, от того, что я выше перечислила. Если вы хорошо ухаживаете, вовремя кормите, не заливайте свою рассаду, рехлите, она практически у вас, я думаю, не будет поражаться ни вредителями, ни болезнями. Но уж, коль появилась болезнь, а вы должны практически каждый же день, смотрим за рассадкой, как растения себя чувствуют, если увидели, что растения, или появилась на них пятнистость, или черная ножка, или корневая гниль, что растения какие-то слабые, или погибли, обязательно принимайте меры. Надеяться на авось, что пройдет, не принимать меры нельзя. Если увидели, что это болезнь, обязательно можно обработать или фитоспорином, или бордовской жидкостью, ну тоже слабой в таких концентрациях, то есть бороться с болезнями надо. Иногда появляются на нашей рассаде и вредители, но тоже на ослабленной, некормленной и засушенной рассаде. Если появились, может быть, и тля, и трипс, и клещ, смотрите обязательно, у нас есть чеснок. Чеснок развели, сделали настой чеснока и обработайте свои растения. Или есть препарат биологический, фитоверн. Но хочу сказать, что следите за рассадой, ухаживайте правильно за ней, и тогда вы сможете избежать многих проблем. Спасибо, Наталья Викторовна, за ценные советы. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. А мы желаем вам удачи в выращивании вашей рассады. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон»